Здорово, ребзя, выхожу на связь после долгого отсутствия, но у меня есть объективная причина. Дело в том, что я ебался с незнакомым мужиком без гандона, у меня начало капать светиля, и вместо того, чтобы пить таблетки, я не пил. Таблетки. Так вот, к одному из моих прошлых обзоров оставил человек один комментарий, типа, дядя, купи 18-летний Гленмаранжи, и тогда мы посмотрим твой обзор с удовольствием. А я не стал покупать Гленмаранжи и написал даже там парню в комментах, что я не вижу ничего хорошего. И вот смотрю я сегодня на полку в магазине и понимаю, что был в тот момент конкретно неправ. Потому что был у меня и выбор хороший, если бы звезды сошлись по-другому, мы могли бы сегодня тестировать 16-летний Морклых, про который ни один человек не скажет плохого слова. Вот, но я у Гленмаранжи вспомнил этого парня, написавшего комментарий к видосу, и подумал, что я на самом деле неправильно сказал. Разумеется, у Гленмаранжи есть хорошие лискари. И вот один из них сегодня, значит, мы разъебем. Все, что необходимо знать об этом конкретном образце. Он 46-градусный, то есть это очень хорошо сказывается на вкусе. Он выдерживается в портовых бочках у спортпортвейна. Портовые бочки, по моему глубокому убеждению, намного интереснее хересных, майдеровых, хромовых. Это, наверное, бочка спортпортвейна, наверное, самый благодарный материал для выдержки вискаря, откровенно говоря. Очень-очень хорошо. Я не могу припомнить ни одного плохого комбо портовой бочки с вискарем. Ну и 14-летний выдержки. Буквально тоже в одном из недавних обзоров я рассуждал о том, что какие-то странные вот эти даты выдержки там. Есть же гримморанжи 12-летний, зачем делать отдельный 14-летний? В чем смысл? Что-то за два года дадут. Это меньше 20% по сроку. Ну, вот видят мастера-производителя, эти спиритмастеры, так называемые, видят какой-то в этом толп. Ну и что? Ну и, собственно, мы в него глядеть-то долго особо не будем. Просто возьмем его, типа и разъедем. Бутылка, вот мне чем-то нравится гримморанжи, никогда не выебывается на тему дизайна. У них все абсолютно бутылки. У них и опаковка-то лаконичная, она же ничем не отличается. Выдержка, не выдержка, скромненькая и со вкусом. Надо сказать, кстати, что вот этот 14-летний глядморанжи в обычной продуктовой сети, типа перекрестка, на самом деле, я его брал, стоил столько же, сколько 12-летний мой любимый глядмливит. Ну, за два года разницы в выдержке, не скажу ничего, но надо понимать, что 12-летний глядмливит, смотрим на прекрасный вкус, он 40-градусный, а тут 46. Ну, то есть, как бы, это виски, по-моему, интересные. Обстановочка вокруг вот так себе. Ну, и да, вот, порт, портвишок-то чувствуется. Сегодня я пью не один, тебе тут сказать, с коллегами по цеху, с барменами из одного притона на покровке. Поэтому посуда вся очень разнокалиберная. Угадайте, какой стакан мой. Да, он очень приятно пахнет. Слово. Ну, и... Вкус хороший. Но, безусловно, меня, как обычно, заплюют, полют грязью. Я считаю, что вкус напитка лучше все раскрывается, когда ты пьешь большими, крупными глотками, делаешь их несколько. Когда вот это вот все вот так вот прокатывается и не вызывает отвращений, это означает, что напиток добротный, хороший. Потому что, если сделали виски такой, что его надо поклевывать носом в течение трех часов, ну, извините-ка, ребята, можно в шахматы поиграть, это тоже времяпровождение. Ну, и все-таки пьем виски не в качестве культурного досуга, а, ну, для того, чтобы шарам дало, да, чувак, из дитя. Дегустируем. Заебись. До скорой встречи в дежурной части. До скорой встречи в дежурной части. До скорой встречи в дежурной части.